Всем привет, с вами Настя Бул и сегодня ролик, который был очень давно на моем канале, но почему-то всем эта тема по-прежнему нравится, а именно что в моей сумочке. Я покажу вам саму сумку и ее наполнение, я ее не разбирала специально, не чистила, потому что у меня там много всего интересного. Покажу все как есть, мне кажется, это гораздо более честно, правильно и интересно будет вам смотреть, так что давайте начнем с обзора самой сумки. Сейчас зимой я чаще всего хожу со своей любимой малышкой, которую я хотела очень сильно, мне кажется, с самого подросткового возраста. Я в принципе не болею люксовыми сумками, но были некоторые хотелки, которые прям вот супер мне нравились и я их постепенно себе приобретаю, что-то мне подарили, что-то я купила сама. Эту Валентины я купила супер спонтанно в ЦУМе, приехала, это было, по-моему, прошлой зимой и просто поняла, что все, я хочу, я готова, я ее куплю. Стоила она 220 тысяч или 230 тысяч рублей. Это Валентина черная с графитовыми шипами, мне очень она нравится. Честно говоря, я хожу с ней год, я очень переживала за вот эти места в сумке, где крепится ручка к кольцу, что здесь все лопнет, треснет, отвалится, но нет, все идеально, даже ни одной трещинки нет, ни одной царапинки. Очень удачная кожа, вот именно эта мятая. Короче, я эту сумку просто обожаю, и она вместительная, в нее помещается реально очень много всего. Цепочку можно убрать и носить ее вот так за ручку, как вечерний более вариант. В принципе, я с ней ходила везде на мероприятие, с ней удобно, классно, и она вписывается практически везде. В первом боковом отсеке, всякие плоские штуки. Что у меня здесь? Карточка от жилого комплекса, от входа в подъезд, карточка от дома отдыха дачи Винтера, которую я забыла сдать, мы там буквально недавно были. Дальше у меня здесь полароид, карточки какие-то лежат. Одна как раз-таки с отдыха, вторая с мероприятия МОЭД. Конечно же, паспорт, потому что часто хожу на какие-то сессии, съемки, вообще, ну, он нужен постоянно мне для подтверждения моей личности. Что я достаю дальше из сумки? Это какой-то бланк. А, это договор на спортзал. Я вчера купила абонемент на три месяца, стоил он 39 тысяч рублей. Да, не супер дешево, всего на три месяца, потому что я не знаю, где я потом буду жить и вообще в какой зал ходить, так что на год решила не покупать. Сделала на три месяца, сегодня вечером, прямо после съемки этого видео, еду на маникюр, сделаю себе черные ногти и в зал. Очень хочу в спортзал. Когда я начинаю ходить на постоянной основе, прямо появляется такая зависимость, и без спортзала реально тяжело. Вот у меня сейчас болят ягодицы, потому что вчера была тренировка, и это очень приятно и очень круто. Дальше. Зачем мне в сумочке следующая вещь? Это белье. Это просто хлопковые бикини. Дело в том, что я хожу в соляре, загораю периодически, и вот сегодня буду загорать. Я надеваю, ну, какие-то отдельные трусики, в которых я позагораю, чтобы можно было намазаться маслом, SPF, и не пачкать свое другое белье. Поэтому беру с собой новые запасные бикини. Да, у меня в сумке лежат трусики. Интересно, конечно. Молочко SPF 50+, новая упаковка, уже у меня такое было, я его очень люблю. Это для лица, биоре, для того, чтобы загорать в солярий, конечно же. С помощью SPF на зонду, кольте, шею и лицо. Это такой объем хороший, такое жидкое молочко, удобно его наносить. Что у меня идет дальше? Конечно же, айфон. Айфон 13 Pro Max у меня. Я его невероятно сильно люблю. Это мой аппарат для работы, для творчества, для хобби, для лайфстайла, для каких-то личных фотографий, видео, ну, в общем. И хотела вам показать, вообще, ну, вкратце пробежаться по приложению, которое я пользуюсь. Для чтения книг у меня приложение MyBook. Очень его люблю. Музыку я слушаю в Apple Music у меня приложение. Кстати говоря, если вам интересны мои какие-то плейлисты, дайте знать мне в Instagram. Дайте знать мне в Instagram, в Директ, я, возможно, поделюсь. Дальше, что у меня здесь, Яндекс.Еда, Delivery Club, конечно же, всякие. Продолжение моего жилого комплекса, в котором можно удобно заказывать вывоз мусора, при поднимутся в квартире заберут мусор, все какие-то по коммунальному штуке. Бронировать спортзал, хамам, спал вообще, все, что хочешь. Pinterest для поиска каких-то вдохновлений и идей для фото и видео. Fitness онлайн для приложения для тренировок. И, конечно, мой телефон служит всегда для создания контента в различные социальные сети. Я обожаю эстетику сториз, постов, обложек для YouTube. Всегда заморачиваюсь для того, чтобы это было довольно просто в исполнении, но красиво в результате, интересно, и чтобы вам было приятно все это смотреть. Поэтому я с огромным интересом использую различные приложения для обработки фотографий, видео, создание спецэффектов, использую каких-то стикеров. И в приложении Canva, оно у меня сейчас просто одно из самых любимых, я делаю даже обложки для YouTube, потому что там есть огромное множество готовых макетов для сториз, для таргет-постов, для таргет-в сториз-рекламы, если у вас бизнес какой-то, аккаунт, или вы делаете услуги, это очень удобно. Допустим, вы наращиваете реснички, или делаете маникюр, или у вас бренд одежды, отбавляете туда фотки и видео, в готовые макеты загружаете, и у вас есть готовый классный сториз или для рекламы, или просто для ежедневных публикаций. В приложении Canva огромное количество готовых анимаций, стикеров, офигенный текст, который можно добавлять на картинку, добавлять разные цвета, в общем, менять расположение, это безумно удобно. Возможности приложения сочетают в себе все, что нужно для личного блога, бизнес-аккаунтов и для учебы. Можно также с компьютера создавать макеты любой сложности, делать презентации, графику, все сохраняется в облаке, привязанном к аккаунту, и в любой момент можно вернуться к проекту, к любому, или оформлять визуал в Instagram прямо с телефона, работает сервис абсолютно на любых устройствах. Я знаю, что вам это будет полезно, потому что самый частый вопрос как раз-таки про обрабатку фотографий, вообще создание контента. Сервис Canva бесплатный, пойдет абсолютно к каждому. Я для вас, конечно же, оставляю ссылку внизу в описании под видео, чтобы вы могли создавать офигенный контент, сториз, фотографии, макеты. Скачивайте обязательно это бесплатное приложение, и уже сегодня выдумывайте классные сториз, создавайте красивый, яркий контент, который зацепит вашего зрителя. Дальше смотрим, что у меня еще есть в сумке. Дальше я достаю расческу, очень удобно. Я заказывала ее, кстати говоря, на Алиэкспресс. Она с щетиной кабана, не рвет волосы, хорошо их расчесывает, очень удобненько, и помещается в любой клатч, потому что она такая длинная, узкая и маленькая. Это очень удобно, на самом деле, большая редкость. Дальше у меня наушники Air, как они называются хоть? Короче, наушники, вы поняли. Они у меня кастомные, окрашенные специально для меня в такой вот красивый персиково-бронзовый цвет. Разнесла наушники, ладно. Дальше у меня здесь груда, просто груда жвачек. Жвачка номер один, едем дальше. Что у меня из косметики с собой? Это блеск Dior Lip Maximizer. Он мне нравится, он хорошо, конечно, увеличивает губы, подсвечивает их и делает такими объемненькими, но на самом деле он мне их подсушивает, если постоянно сною пользоваться. Губы, наоборот, становятся какие-то как корочка, так что я бы ему, конечно, нашла другую замену в плане каких-то масел для губ, увлажнялок других. Это прям такая история, знаете, ну просто красивый флакончик, блеск для губ, который делает губы более объемными, но не для ухода. Дальше у меня здесь капли для носа. Это не реклама, Рина, стоп. Да, я на каплях сижу, поэтому это не супер весело, не супер круто. Дальше у меня карандаши для губ. Первый это Pupa 004, он у меня везде, он у меня в туалетном столике, в каждой сумке, вообще в каждой затычке, где только можно. У меня этот карандаш, потому что он для меня идеальный, 004. Второй карандаш, который мне тоже безумно нравится, это Stellar в оттенке 09 Capuccio. Вот прям вот два карандаша, которые я люблю, до луны и обратно, и они у меня самые-самые любимые. Дальше у меня здесь две помады, если говорить, ну, можно выложить, потому что я брала ее из-за того, что меня красила визажист, и мне эта помада подходила для мероприятия. Это MAC Blanketti. И вторая помада, это помада бальзам даже больше, от Gucci, в очень красивом таком кофейном цвете. Она дает такой полупрозрачный эффект, увлажняет губы, красивый оттенок дает, такая быстрая история, чтобы нанести. И вроде как и пигмент есть, и губы стали поярче, и при этом они увлажненные, сочные и красивенькие. Еще один карандашик Пупа 004. А что вы удивлены? Консилер, который мне очень нравится брать с собой, это Mark Jacobs в таком стике. Он плотный, он отлично прикрывает любые прыщики, киснички под глазами, я его ношу пальчиком, могу кистью. Дальше у меня здесь миниатюрка парфюма с афродизиаком. Не знаю, мне нравится, трамат пахнет молекулой. Жвачка номер три, хуба-буба банановая. Ронда, это мы сейчас были в Карелии, и я развлекалась разными всякими вкусняшками. Потом с собой у меня лежит маркер от Vivienne Sabo, маркер-лайнер для бровей. Бальзамчик для губ очень мне понравился. Это бальзам, который на губах дает оттенок. То есть так он, в принципе, прозрачный. Наносите его на губы, и он дает оттенок. Губы такие сочные, ягодные, очень красивые. Именно как бальзам, то есть нет сверху никакого прям пигмента, который заметен, часто такое бывает. Кларанс My Sweet Balm. Прям очень мне нравится. Он такой вроде как светленький. Наносите, и он окрашивается. Знаете, были такие в детстве бальзамы зеленого цвета. Наносишь, и они ярко-розовые. Вот примерно такая же история. Еще жвачка новая. Бальзам Carmox. Я купила его в аптеке, потому что ничего другого не было в Карелии. Но мне он вообще не нравится. Он абсолютно не увлажняет губы. Он ложится просто как кусок воска на все эти ваши корки, которые у вас замерзли, там засохли на губах. Никак их не разравнивает, не увлажняет, не растягивает. Гораздо лучше использовать просто масла для губ. Вот Clorans у меня есть. Вот Beauty Bomb. Классное масло, блеск. Короче, Carmox. Это отстой. Прямо вот сейчас его выброшу. Пользоваться им невозможно. Дальше крабик для волос такой маленький, аккуратный. У меня волос не супер много. Поэтому мне такое подходит. И это для слярия, для спортзала, чтобы волосы убрать, если я хочу. Но я очередко убираю волосы. Даже в зале занимаюсь распущенными. Не потому что я выпендриваюсь, а потому что мне неудобно с какими-то резинками. Вот сейчас тоже в формате исключения. Короче, начинает болеть голова, и как-то не очень приятно. Еще одна пачка жвачки. Сколько их уже? 4-5. Еще один консилер, который я очень люблю. У меня они везде тоже. Все ли там в столике, в косметичках и в сумках. Это Сергей Наумов в оттенке H37. Живкий консилер. Он такой увлажняющий, идеальный под глаза. Так, еще у меня тут валяется фрутелка, которую я сейчас съем после видео. В кармане еще трусы. Нормально. Просто Настя була. А, ну и все. Все, сумочка моя пуста. Больше в ней ничего нет. Мне кажется, такое довольно-таки интересное наполнение. Мне кажется, или я только заметила, что стемнело, и ролик такой стал не очень светлый. Ну то ладно. Надеюсь, это видео вам понравилось. Я вам показала, что у меня находится в сумке, даже что-то супер такое личное. И про обработку фото. Так что не забывайте про ссылку в описании внизу под видео. И напишите, какие ролики вам бы хотелось посмотреть в ближайшее время. Я уже готовлю много всего интересного для вас. Но все же, желаю вам хорошего, классного зимнего настроения. Загадывайте желания, пишите ваш виш-лист, подарков, не знаю, каких-то событий на Новый год, на будущий год. Что бы вы хотели, чтобы реализовалось, какие-то новые свершения, успехи, задачи, цели, путешествия. Давайте вместе программировать себя на что-то классное, позитивное и хорошее. С вами была Анастасия Була. Я всех нежно целую и обнимаю. Пока.